Улица Горького. Не самая оживленная магистраль краевой столицы, но о том, что ей уже давно требовался ремонт, автомобилисты говорили неоднократно. Этим летом проезжая часть попала в список объектов, которые ремонтируют по программе безопасные и качественные дороги. Вот только о безопасности и качестве здесь говорить пока не приходится. Согласно нормам ГОСТа, высота между старым асфальтовым покрытием и выравнивающим слоем должна быть не более 5 сантиметров. На этом перекрестке она ровно 9, что бесспорно на нарушение. Дмитрий Симоненко, представитель дорожного комитета Барнаула с замечаниями согласен. Говорит, в ближайшее время подрядчик сгладит все углы и перекресток будет похож на этот, хотя и он далеко не образец. Автомобили с маленьким дорожным просветом едва не царапают бамперы, но неудобства временные успокаивают чиновники, ведь работы на улице Горького выполнены на 50%. Почему нельзя сделать сразу все? Зашли на объекты от начала и до конца? Потому что есть определенные технологии производства работ. Вначале у нас выполняется фрезерование покрытия дорожного, дальше устраивается выравнивающий слой, дальше ведутся работы по регулированию высотного положения крышек люков, колодцев, и дальше устраивается уже верхний слой покрытия. Оказывается, проблема в том, что все это делают разные бригады, поочередно меняются объектами и не всегда успевают друг за другом. На сегодняшний день в Барнауле ведут работы на 33 участках, и лишь один полностью сдан в эксплуатацию – это улица Панфиловцев. По-вашему, насколько качественно этим летом идет ремонт дорог? Есть какие-то нарекания? Да пока нареканий нету. Ну быстрее бы сделали. Новые дороги, нормальные. Но единственное, что колодцев много на дорогах, это вообще не знаю. В целом барнаульские автомобилисты ремонтом дорог довольны. Нет особых нареканий у представителей Общероссийского народного фронта, которые регулярно выезжают на объекты. Говорят, подрядчики оперативно и совершенно адекватно реагируют на замечания. Например, сегодня общественники обнаружили нарушение на проспекте Социалистическом. Жалуются пешеходы на что? Здесь установлен бордюрный камень с завышенной высотой, то есть его необходимо понизить. Он должен быть на уровне асфальта, да? Да, он должен быть на уровне асфальта, то есть сделаться как пандус. Установка бордюрного камня, восстановление тротуаров и газонов – все это будет. Но позже, говорит Алексей Паженцев, по словам эксперта ОНФ, волноваться горожанам не стоит. А вот потерпеть надо. С 1 августа начнется приемка объектов. Вот тогда, по мнению специалиста, и необходимо будет ставить оценки за ремонт. Елена Кузовкина, Николай Шелко. Наши новости.